Педиатр Щелковской больницы Елена Десятого была удостоена почетного звания заслуженный врач Российской Федерации. Награду ей вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей Подмосковья. Мне кажется, вот такое вот событие, да, вот это присвоение мне звания, вообще чувствуешь какую-то бодрость, и как будто бы, да, и не было стольких лет, но как-то вот мне не хотелось, ни куда-то на другую работу. Видимо, и в жизни меня устраивало вот этот вот, ну и потом, конечно, коллектив, что говорить. Многие доктора, многие сотрудники, с которыми мы все эти годы, они мне всегда очень помогали. Стаж работы Елены Григорьевны составляют более 40 лет. Она трудится врачом-педиатром в обособленном подразделении имени Гольца Щелковской больницы во Фрязине. У меня родители строители, и никто, династии у нас медицинской не было. Но потом, я думаю, наверное, все-таки вот учителя еще в школе, когда почему-то мы все интересовались биологией, мы посещали этот кружок, и почти все, кто в нем учился, поступили в наш медицинский институт. Вот, и, наверное, вот еще учителя, те, которые нас учили в школе, вот, мне кажется, они этому способствовали. Елена Григорьевна окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова. Она начала работать в поликлинике в Рязани, затем в 1980 году переехала во Фрязино. Елена Григорьевна работала в дошкольно-школьном отделении, потом на приписном сельском врачебном участке, сейчас закреплена на 11-м участке в детской поликлинике. Это очень путь долгий, трудный, вот, и никогда легким он, конечно, не был. Ну, наверное, нравится тем, что видишь результат своего труда. Вот это самое основное. Когда бывают трудные случаи, трудные дети, лечение не всегда поддается, приходится, может быть, даже не всегда мое лечение, приходится там обследовать детей в стационарах, лечить их. Но когда ребенок выздоравливает, вот, конечно, это самое главное, что видишь результат своего труда. В преддверии сезона гриппа и простуд, чтобы защитить своего ребенка, Елена Григорьевна рекомендует пройти вакцинацию и не утепляться раньше времени. В общем-то, просто даже легче одевать и больше, конечно, с детьми бывать прогулки, например, осенние, зимние, дети должны гулять в любую погоду. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.